Привет, красавчики мои! С вами Константин Гражданкин. Лирическое у меня сегодня настроение последние несколько недель. Вы знаете, я успокоился. Многие меня люди... Вернее, не знают моей мотивации, почему я снимал видео все эти года. Меня смотрят очень много человек, и в последнее время, как раз так, когда я успокоился, ну, сейчас у всех был точно, это же всеизбыточный потенциал-то сбросил. Да, классно. Как я успокоился, начали потихоньку люди подтягиваться те, которые меня давно смотрят, которые... которые даже у меня занимались. Очень приятно даже было получить от некоторых весточку, с которыми мы закончили заниматься уже несколько лет назад. и как их жизнь изменилась. Иногда, знаете, оглядываешься назад, вот все делаешь, 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 и назад смотришь, а оказывается, уже столько всего сделано, столько всего пережито. С одной стороны, радостно, что не зря, хотя все не зря в этом мире, а с другой стороны, даже жалко, что быстро это все так пролетает. Но время разбрасывать камни, время собирать камни. Сейчас также возобновились у меня желающие позаниматься у меня, но, ребятки, сразу вам извинения, я не занимаюсь уже ни с кем, а, честно говоря, мне это немножко надоело. Не в плане, что навсегда, нет, у меня просто есть свои задачи, и я решил сейчас переключиться на них. Поэтому не пишите мне в личечку сейчас, если вы смотрите это видео в 2017 году, не пишите мне в личку, да, я не снимаюсь. На каждую гуру найдется дуру, на каждую дуру найдется гуру. Поэтому для меня время собирать камни. И, вы знаете, я впервые за много последних лет вздыхаю так свободно. Я сам с себя снял, сам возложил, сам снял ответственность, которую, в принципе, я возложил со временем, да, то есть не собирался. Первые мои видео действительно отличаются больше верой в человечество и доброту, чем последующие. Это так и есть. Потому что, когда ты занимаешься с людьми, ты волей-неволей берешь на себя их негатив, их беды, если ты действительно хочешь им помочь. Потому что человек, который курил, он как нельзя, кто лучше, поймет курильщика. Человек, который выпивал, он как нельзя поймет лучше алкоголика. И человек, который наркоманил, вот я не наркоманил, ко мне обращались наркоманы, когда хотели бросить там, типа, твой метод же образования привычек должен сработать. Я говорю, ну как бы должен, но я не наркоманил, поэтому не знаю, не могу вам ответить. Вот. Также и другие ситуации, с которыми я не встречался, к сожалению, я не знаю, как бы я среагировал. Поэтому я особо не любитель давать советов. Тем более, это нарушает свободу воли и выбора. Вот. И работая с этими людьми, ты волей-неволей получаешь всю их энергетику. И работа с психологией, работа с целительством и так далее, это очень тяжкий труд. Домой семья работал в сфере милиции, приезжал с собакой на выезда, пытался помочь всяческим в области однерологии. Я работал и в военной структуре, и в МЧС, и с медиками сотрудничал. Поэтому я могу сказать, что в каждой структуре работа накладывает свои отпечатки, не всегда позитивные. Врачам кажется, что мир кругом состоит из больных людей. Милиционерам кажется, что мир состоит из преступников и так далее. То есть рыбак рыбака видит издалека. И очень часто люди обвиняют других, в том, что бы сделали они. То есть по себе человек суден. Поэтому со времени начала выпуска моих видео я уже, конечно, немножко был не тот. И многие люди, конечно, это заметили. Но, ребята, что вы хотели, когда ты каждый день сталкиваешься с проблемами людей, и вокруг кажется, что одни тупорылые дауны кругом. На самом деле, даже с любовью, я всегда занимался с людьми с любовью, потому что без этого жить нельзя. Но нервная система не железная. Отношения пришлось поменять. Конечно, можно и с другим отношением работать. Но, опять же, легко быть святым на горе Тяньшань, и сложно быть святым на базарной площади. Поэтому, общаясь с людьми, ты более-не-более погружаешься в эту рутину, в эту энергетику. Сейчас я, конечно, научился дистанцироваться от этого. Но, тем не менее, знаете, когда есть чем заняться, скажу так, почему я начинал записывать видео, именно в видеоформате, это все свои наработки. И, действительно, кто покопается на моем канале, он найдет много для себя полезной информации, особенно в сфере привычек и чистки организма. Это все работает. Я потом еще буду выкладывать и в сфере питания. Ну, я думаю, через годик. Знаете, когда я сейчас вот закончил заниматься с людьми, перестав брать их негатив, я начал потихоньку разгребать свои дела. И мне, действительно, это очень приятно. Мне есть, что снять, есть, чем поделиться. Но нужно это все сформировать, внутри себя скомпоновать и спокойненько, потихонечку, без обещаний, плавненько выложить. Поэтому сейчас я просто буду писать некие заметки. Не ждите, чтобы, как и в тех, не будет каких-то там откровений. Я не открываю ничего нового. Я лишь структурирую ту информацию, которая уже есть в этом мире. Я не претендую на роль первооткрывателя. Я перерабатываю в наработке тех людей, которых я уважаю. Того же Павлова Академика, того же Веденского, Уголева и так далее. То есть тех людей, которых я уважаю. Ну, также и современников. Как мне пишут, что ты, мол, в Лесли нашел. Он пикапер там и так далее. Он там чудит без баяна. Я говорю, ну, все мы, как бы, знаете, не святые. Но есть люди, которые, как скажем, практики и исследователи в натуре. Для меня это очень важно. В своей натуре они исследователи, и они фиксируют свои исследования. Я их не делю на белое, черное, позитив, негатив. Я беру как исследование. И не придавая национальной окраски, выискиваю закономерности. То есть, по сути, занимаюсь научными фактами. Еще раз, для тех людей, которые в перископе не поняли, посмотрите определение науки. В науке нет ничего плохого, хорошего. Это просто наука. Поэтому вот так вот. То есть я брал какие-то исследования, их улучшал и видел, записывал. И эти видеоуроки, вы знаете, я буду спокойно заниматься своей жизнью, своими какими-то надеждами и отчаяниями. А те люди, которые будут смотреть видео, и как и до этого смотрели, они будут что-то находить для себя новое. И натолкнувшись на те грабли, на которые в свое время натолкнулся, они найдут что-то для себя полезное. А у меня будет время перегруппироваться и заняться более, скажем, таким, знаете, выбирать больший цимус, такой вот суть, концентрат, который я могу уже сложить весь опыт. Конечно, для его разархивирования народу понадобится тоже много времени и свой опыт. Но, по крайней мере, вот я когда изучаю опыт, когда у меня есть такая необходимость других людей, они по запросу приходят, как только я даю запрос, приходят информация, просите и дано будет вам. Поэтому я изучаю эту информацию, я углядываю что-то, знаете, закономерности. Когда один человек думает, может, я дурак, может, только у меня совпадает, знаете, но когда он находит подтверждение в мире, он говорит, да, слушай, и у этого, и у этого, и у этого. И, оказывается, мы уже собрали кучу фактов. Поэтому я сейчас стараюсь, конечно, основываться только на фактах и поменьше надумок, поменьше той информации, которая мне не может каким-то образом пригодиться. Допустим, это извечный сейчас ныне модный спор, потом плоская земля или круглая. Поверьте, если я узнаю об этом, мне ничего это не даст. Потому что, когда мне говорят, там, говорили люди, давайте полетим в космос, там столько всего неизученного. Я говорю, а то вы там себе прям все изучили и в окружающем мире. Да что вы говорите? То есть я даже не выходя за пределы одного своего участка в деревне, кстати, я достроил дом и оформил землю. Пока в длительную аренду на 49 лет, да, я вам потом все расскажу, покажу по весне. Вот, я, не выходя за пределы одного участка, могу изучать и изучать бесконечный мир. Вот, поэтому, когда мне люди говорят, там, в космос они собрались, изучать там плоская земля или нет, я говорю, что это тебе даст? Что это тебе даст? Вот, если ты еще не изучил основы основ. Мне такое ощущение, что, знаете, как любовь. Любовь начинается с любви к себе, а потом распространяется на всех. Когда у человека все в любви хорошо, он счастлив, понимаете? Я называю сейчас любовь с большой буквы «Л», с которой Единый построил эту вселенную, создал одним таким вот раз, и он превратился во все. И вот такая вот интересная игра, да, вот это, я про эту любовь говорю. Когда человек счастлив, когда он знает, что такое любовь, когда у него нет проблем, он просто автоматически счастлив. И, вы знаете, когда вот у человека есть все, и он счастлив, он автоматически начинает со всеми делиться. Вот это я замечал. То есть, когда у меня все хорошо, я смотрю на своего друга, там еще кто-то, и говорю, давай я тебе что-нибудь сделаю, не знаю, там, чтобы ты тоже улыбнулся, как я. Понимаете? И вот по факту ничего тут сложного нет. И все мои видео были направлены на то, чтобы научить вас больше сначала любить себя, а потом других. То есть, или как, знаете, не делить любовь на любовь к себе и любовь к другим, чтобы вы поняли, что любовь, она одна. И просто многие люди, ненавидя себя, любят других, а некоторые, ненавидя других, любят себя. И, как бы, какая разница? Палка о двух концах, она и есть палка о двух концах. То есть, хоть в ту сторону качельки качай, хоть в эту. Поэтому человек, который познал любовь, и все мои видео и запросы были именно направлены на эту тему, тот автоматически становится сам счастливым и классным, и все у него здорово. Вот, знаете, иногда, понимая весь мир, сложно вам все сразу рассказать. То есть, вот моя картина мира, она целостно, полна и непротиворечива. Противоречий в ней нет. Но моя задача, что ли, для самого себя, это научиться объяснить. Очень часто, когда я начинал упрощать какие-то вещи специально, чтобы человечество меня поняло, мне писали некоторые личности в комментариях, в личных сообщениях, мол, что ты им разжевываешь вот эту фигню, они все равно не поймут. Или ты слишком мелко мыслишь, ты вот как-то все слишком просто объясняешь. Это еще в самом начале было. Пробовав что-то усложнить и написать закодированные строчки, закодированные двоичным-троичным таким вот подсмыслом повести и рассказы, я натыкался на непонимание и противоречие. И вот все время я между этими двумя крайностями болтался. От упрощения до усложнения. Одним было все слишком просто, другим было все сложно. Я помню, что, конечно, каждый поймет все сам. И советы давать, это гиблое дело. Я и не собираюсь этого делать. Нарушение свободы воли выбора, как бы я не вижу в этом смысла. У каждого свой путь. И поэтому я не хочу ни в коем случае, чтобы мои видео воспринимали как указание к той или иной деятельности. Понимаете? Еще раз повторюсь, картина моего мира непротиворечива, полна и красива. То есть, когда мне начинают советовать, там, почитай этого, почитай того, изучи того, изучи этого. Я говорю, ребятушки, ну, в личных сообщениях, я говорю, а кто вам сказал, что у меня есть вопросы? К вам или вот к этому товарищу, которого вы советуете почитать, там, посмотреть. Понимаете? В том-то и дело, что у меня вопросов нету. А те вопросы, которые у меня появляются, ну, вот так вот. Знаете, как в Google забить? Почему со мной в жизни такое происходит? Ты в Google отправил. И тебе вселенский Google отвечает действиями, там, информацией. Ну, по-разному. Если человек, знаете, как это, слышащий да услышит, да, видящий да увидит и так далее. То есть, ну, на самом деле, много умных вещей было сказано умными людьми. Стучите вам, откроют, спрашивайте, и вам ответят, просите, и дано будет вам. Поэтому, знаете, вот, когда я спрашиваю, я действительно ведь спрашиваю вас, а когда я не спрашиваю, я не спрашиваю. Как бы глупо и прост, простетки, скажем так, это не звучало. Поэтому, дорогие мои, у меня нет вопросов к вам, у меня нет вопросов к миру, вернее, когда они появляются, я их задаю. Вот. Поэтому я и не хочу, чтобы вы воспринимали, конечно, это ваше право, вы можете воспринимать. Я, опять же, не даю указаний. Я просто, ну, как бы, хочу, чтобы меня поняли, да, не то, что я там имею в виду, а что действительно мне хочется вам сказать. И я вот не хочу, чтобы вы воспринимали мои советы, как, ой, мои видео, как советы. Знаете, типа, делай только так, иначе тебе не будет счастья, да, но бросьте. Делайте, как хотите. Ошибок нету, есть опыт, есть путь, который вы хотите или не хотите пройти. Если вы лежите на диване и ничего не делаете, ребятушки, ну, значит, вам так хорошо, вам так интересно, и зачем я буду вам мешать, если у вас и так все хорошо. Вы лежите на диване и получаете от этого удовольствие, получаете от этого кайф. А я вам говорю, идите, закаляйтесь, как я. Вот я, допустим, с 2012 года закаляюсь регулярно, постоянно. То есть, сейчас вот у тетки, у тетки своей было, она говорит, оденься, я вот-вот хожу, у меня олимпийка и футболка. На улице минус 10 градусов было у них, и вот сейчас я приехал в город, от минус 5. То есть, для меня это даже жарковато, я иногда немножко так приспускаю, да, то есть, вот, но это не значит, что я тетю должен тут же моментально заставить закаляться. Ну, когда она меня спросит, пусть, а как закаляться, конечно, я могу ответить, да, вот, и так далее. Раз ее это волнует, тем более, это моя крестная мама, и у меня есть на нее время и желание, и я могу ответить, и хочу ответить, я отвечаю. Но, если я закаляюсь с 12-го года, я не должен вам это внушать. Закаляйтесь, иначе вам звездец. Если я изучаю, допустим, привычки с 2003-го года, привычки, да, я читал того же Павлова, вот, безусловно, рефлексы о высшей нервной деятельности и так далее, там очень много интересной информации, очень много, но я же не заставляю вас читать. Многие люди, когда я им открываю положительное подкрепление, они удивляются, и я не заставляю вас читать Карен Праер, положительная дрессировка, да, или Карен Праер, наращивая собаку, или Леона Уитни, психология собаки. Я не пытаюсь вам это все внести, сказать, там, изучать это, материал, хотя, на самом деле, если вы просто начнете читать даже вот ту же Карен Праер, не рычите на собаку, хотя, вроде казалось, для собак, для животных написано, вы просто удивитесь, насколько можно это принимать ко всем, да, но если я изучаю вот эти вот все привычки, вот это вот по чуть-чуть, вот это вот плавный переход, вот этот метод положительного подкрепления, метод образования привычек, метод раскачки и так далее, это не то, что мной придумано, это мной упрощено и переложено, на человеческий фактор, но это не я придумал, это я взял и переложил, я же не говорю, изучайте это, я просто вам могу сказать, вы знаете, что это знание лежит вот в той-то плоскости, и вы можете взять или не взять это, но, как правило, как правило, человек просто, он любит там потреблять, и он ищет таких вот, как я, которые там что-то для себя переработали, и они начинают, вы знаете, вот этот лучше объяснять, чем вот этот, для меня это вообще глупо, почему же я себя не ищу объяснянца, почему я же не ищу тот, кто мне объяснит, я сам себе каждый день что-то объясняю, я каждый день сам себе что-то нахожу, что-то открываю, что-то, как сказать, систематизирую, что-то фактически отмечаю для себя в чем-то там, на носителях каких-то, либо то на письменных, будь то, или на электронных, то есть я постоянно себе что-то сам объясняю, я же не ищу того человека, который мне это все будет рассказывать, но я иногда ищу ту информацию, где-то человек может взять ее, да, но опять же, на чем это должно основываться, на его словах? Нет. Это должно быть на его практике. Вот и все. То есть ты должен выглядеть, или желать выглядеть, допустим, или жить так, как человек, который тебя этому учит. Если ты смотришь, что у кинолога собака, его не слушается самого, с чего ты взял, что она будет слушаться тебя? Если тебя человек рассказывает про питание, у которого вес, многие мои видео про сыроедение и про питание, воспринимают, как будто я стал сыроедом, у меня была практика 9 месяцев сыроедения, с мелкими срывчиками, да, но был, и воспринимают, что я гуру сыроедения. Я в каждом, под каждым видео, в комментариях, если вы их читаетесь, я опровергаю, я говорю, я не сыроед, я не позиционировал себя, я говорю, сыроедение круто, да, и я просто рассказал, как перейти на сыроедение, то есть, как образовать привычку, перейти на сыроедение, если вам так надо. Но сейчас, благодаря этому, я перешел к совсем другому пониманию питания, и чистки, но извините, возьмите мой организм, двадцатилетнего мужика, двадцатилетнего засратого, и сейчас, ну, вот нас поставь сейчас, меня, мне 35 в этом году будет, и того, двадцатилетнего парня, я его уделаю по всем статьям, физически, начиная от бега, и заканчивая длительностью пребывания в холодной воде, и уж я умолчу про поднятие тяжести, веса, подтягивания, и так далее, я просто его уделаю, порву, того меня, двадцатилетнего, но это далеко не идеал того, чего я хочу выглядеть, и не бывает, понимаете, 29 лет там, кое-как следил, неправильно позвоночник формировался, раз правку Атланта сделал, раз на сыроедине перешел, и за год стал супер-пуперменом, ну, ребят, это, понимаете, прекращайте верить вот в эти вот чудеса, есть закон кармы, сколько ты нагружал свой организм говном, столько ты его будешь разгружать, вот курил я 12 лет, 13, я буду это все до сих пор выглатывать, эту штучку оттуда, это минимум, бухал я примерно столько же, я также буду это все, ел неправильно, примерно в это же время, столько же, и столько же я буду работать со своим питанием, поймите, ну, нету чудес, нету чудес, если вы в Москву шли, или ехали, или летели, неважно, там, сколько-то часов, вы быстрее не прибудете на том же самом транспорте, на том же самом методе передвижения, если вы пешком шли, там, месяц, вы и обратно будете идти, месяц, ну, максимум 28 дней, если вы там ускоритесь в каких-то моментах, ну, так и будет, если вы долетели за час, вы и обратно на том же самолете прилетите за час, понимаете, то есть, ну, не нужно думать, что это как-то там волшебство, нет волшебства, если вы с одной скоростью загружали хламьем одну комнату в течение определенного длительного количества времени, вы и разгружать эту комнату будете столько же, понимаете, то есть, ну, думайте, всегда мои видео направлены на то, чтобы вы думали, чтобы вы сами себе были хозяевами, вы сами себе были, учителями, и побольше любви к другим людям, понимаете, побольше терпения, побольше вот этого вот, знаете, в комментариях, это я уже видел, расскажи мне что-то новое, этот уже тот рассказывал, это этот рассказывал, но если вам не нравится рассказчик, станьте рассказчиком сами, станьте тем, за кем, чтобы вы хотели идти, и люди сами, знаете, люди, мне очень нравится окружение, вот мое сейчас, нынешнее окружение, мне очень нравится, очень, Ну, это же лакмусовая бумажка Моего внутреннего Поведения и ощущения Так же, как Ваше окружение, это лакмусовая бумажка Вашего мира и ощущения И вашего Поведения, вот оглядитесь Все, кто вас окружает, друзья, знакомые, любимые И так далее, это же ваше отражение К миру Вот и все Поэтому, конечно, Зеланд мне помог В свое время и сказал, что с тобой просто все в порядке Дружище, но Ты есть в твое окружении Хоть жизненное, хоть людское И все И я потихоньку приняв себя И потихоньку, шаг за шагом, степ-бай-степ Два шага вперед, шаг назад Я меняю свою жизнь В ту сторону В которую я хочу И оглядевшись ныне по сторонам Я хочу сказать, да Я здесь, там, где хотел быть И где мог быть бы я Потому что, ну, я к этому ушел Это мое видение мира Это мое Это мои действия Это я Окружающий мир, это я И все, что вокруг меня Зависит от меня От моего поведения От моего От моих действий Так же, как и от вас Пока Люблю вас Субтитры сделал DimaTorzok